Здравствуйте, с вами Highload++ 2023 и сегодня с нами Никита Примак, специалист-разработчик в платформе Change, Gazprom Bank. Здравствуй, Никита. Наверное, по традиции начнем с того, где ты работаешь и чем ты занимаешься. Да, здравствуйте. Ну, собственно говоря, меня зовут Никита. Я начинающий техлит в одной из команд разработки Gazprom Bank. Основная у нас специальность — это Java-разработка. И сейчас я занимаюсь внедрением современных инженерных практик в своей команде. В целом, в нашей организации мы, как в других компаниях, сталкиваемся с различными вызовами, с различными проблемами, задачами и постепенно ищем способы для преодоления препятствий. Сегодня я хотел бы поделиться, какие практики нам в этом помогают и как мы их используем. А вот вы говорите про изменения. А эти изменения вы вносите в какие-то старые системы или в новые, которые развиваются? Да, в конкретном нашем случае мы работаем с legacy-системой. Ну, вообще, самый такой тяжелый нюанс, мне кажется, при внедрении практики — это как раз то, что система должна продолжать работать, если она выполняет какие-то бизнес-требования. Да, все верно. Это одно из требований, предъявленных к нам как к команде разработки. Естественно, мы должны поддерживать как старые интеграции, так и создавать новые и не создавать проблемы для других смежных систем. В целом, нам в этом помогает то, что мы решили, как и многие другие, наверное, компании, перейти на микросервисную архитектуру в первую очередь. Для этого нам пришлось разработать первым шагом. Приступили к разработке стандартов для разработки микросервисов, то есть мы сели и совместными усилиями нашей команды, начиная там от разработчиков, заканчивая архитектурой, создали стандарт, где проработали тщательно каждый пункт, те задачи и требования, которые… с которыми мы сталкиваемся на ежедневной основе. Надо отметить, что мы точно так же периодически проводим ревизию этих стандартов и изменяем. То есть можно сказать, что они развиваются вместе с нашей командой. И вторым шагом мы решили внедрить в нашем проекте Dora-метрики. Dora – это, я так понимаю, аббревиатура, это не поп-певица, которая Dora. Как это расшифровывается и откуда это взялось? Dora – это аббревиатура, да, действительно, которая расшифровывается как DevOps Research and Assessment. Это группа исследователей, которая занимается оценкой и изучением применения DevOps-практик. На основе их исследований были созданы определенные метрики. В целом в Dora их достаточно много, но мы используем на себя только четыре основные. Lead Time – это время нанесения изменений, то есть это то время, которое проходит от того момента, как вы взяли задачу в работу и, грубо говоря, задеплоили фичу в проекте. Данная метрика позволяет оценить вообще эффективность процесса разработки в вашей команде. Следующая метрика – это частота деплоев. Если переводить на русском, наверное, будет так. Это количество релизов, грубо говоря, которые вы производите в единицу времени. Можно в днях, в счетах, можно в месяцах, не суть важно. Данная метрика позволяет оценить, насколько гибко и автоматизирована ваша команда. А это релизы, что подразумевается под релизами, то есть деплой в продакшен или там, не знаю, вето, где тебе делается. Да, непосредственно это деплой в продакшен, то есть это деплой именно в продуктовую среду, то есть то, сколько изменений вы доставляете в прот за единицу времени. Вот именно в прот, не в тест. То есть как часто бывает, что, а, в тест у нас каждый комминт деплоится в тест, вот у нас такие релизы. Но здесь конкретно вот то, что видно пользователям. Да, конечно, конечно. Ага. Следующие две метрики – это чисто в среднее время восстановления системы и частота ошибок при изменении. Обе эти метрики… Первая говорит нам о том, насколько быстро мы можем восстановить систему после сбоя. Вторая говорит о том, у нас какой процент вообще ошибок происходит вместе с нашими изменениями, то есть сколько изменений, содержит какие-либо ошибки. Обе эти метрики говорят о надежности и отказу от устойчивости нашей системы. В целом, соблюдая все эти четыре метрики и придерживаясь определенных DOCS практик, мы можем обеспечить себе быструю, эффективную и, главное, качественную разработку продукта. Конкретно нам в данном случае помогают в этом следующей инженерной практике. Это юнит интеграционного тестирования. Думаю, все наши слушатели знают, что это такое и как это применять. Отмечу, что большое количество тестов, большое количество покрытия вашего кода тестами, написание автотестов, компонентных тестов и других видов позволяет вам ускорить сам процесс разработки и увеличить количество деплоев прод, так как вы не тратите большое время на ручное тестирование и на тестирование обратной совместимости, что на самом деле может стать как раз тем узким горлышком, который не даст вам добиться высоких результатов в Подоре. Ну вот по поводу тестирования, насколько я знаю, есть много систем таких больших, в которых много всяких тестов и, опять же, автоматизированное тестирование, оно само по себе не быстрое. Вот время выполнения тестов, оно может занимать часы, там, не знаю, какие-нибудь профили у вас есть. Вот мы сейчас выполняем быстрые тесты и для них метрики считаем, мы выполняем медленные тесты для них. С средствами CICD pipeline вы можете, на самом деле, настроить, какие тесты будут запускаться в зависимости от несенных вами изменений. То есть необязательно прогонять тесты, которые есть в системе, действительно, займет слишком много времени. Но я думаю, оно в любом случае будет намного быстрее, нежели тестировать это вручную, с учетом того, что у вас может быть, например, по 2-3 деплоев в день, есть 2 аритории, и, как они говорят, ты и 3 команды деплоят не столько раз. Я так понимаю, есть какая-то боязнь быстрых деплоев, что если мы очень быстро будем чего-то закидывать в рот, то это все очень быстро будет ломаться. Я понял. Действительно, есть мнение, что скорость разработки ведет к ухудшению качества кода и, в целом, ухудшению качества разработки. Однако исследования Dora говорят об обратном. Если им верить, то придерживаясь определенных DevOps практик, в чем мы лично убеждаемся на практике, вы можете обеспечить себе и быструю, и качественную разработку. Для этого просто нужно следить за тестами, следить за покрытием тестов кода, нужно обязательно придерживаться определенных DevOps практик, как я сказал до этого, и в целом соблюдать дисциплину и стандарты разработки в команде. Собственно говоря, возвращаясь немножко к предыдущей теме, какие мы еще практики для этого используем, следующее, о чем мы будем подыскать, это тоже относится к тестированию, это контрактное тестирование. По моему субъективному мнению, достаточно редко используемая вещь, для многих незнакомая. Эта практика позволяет вам обеспечить согласованность между контрактами, между API и двух смежных систем, и следить, чтобы при их изменениях другая система об этом узнала. А вы контракт описываетесь фреймворк? Да, мы используем для этого фреймворк пакт, сейчас он в целом, наверное, можно сказать, становится стандартом для Java разработки, однако у него есть свои нюансы, которые можно упомянуть, я, наверное, расскажу о них чуть позже, когда буду говорить о сложностях, с которыми мы столкнулись. Следующее, о чем бы я хотел упомянуть, это фича тоглы. Данная практика уже не новая, вы в целом можете найти много статей в Google и видео на YouTube, которые рассказывают, как их использоваться, зачем это нужно. Вкратце, это практика, позволяющая вам ограничивать функционал вашего кода без внесения изменений непосредственно в код или в деплое приложения. Таким образом, вы уменьшаете риски при поставке изменений, вы можете поставлять их частями, и вы можете быстро устранить ошибки, которые у вас вникли на боевой среде в связи с внесением изменений. Это непосредственно влияет на такие дурометрики, как среднее время восстановления системы и частота ошибок при изменении. А также непосредственно позволяет, на самом деле, и увеличить частоту развертывания и время выполнения задачи, так как вы можете поставлять задачи частями. А вот эти изменения, они в рантайме происходят, или надо там пересобирать как-то конфидировать? Подходы к реализации фича тогла могут быть разные. Для этого могут использоваться как и обычные конфигурационные файлы, так и базы данных, так и отдельные сервисы. И таким образом, вы можете обеспечить себе как и рантайм изменений, так и просто изменения, связанные с перезагрузкой приложения. А вообще, вот, как бы, идут всегда бои по поводу того, как нам организовать ветки в репозитории. Как у вас это сделано? Да, в данном случае мы используем Trunk-Based Development. Это достаточно новый, я думаю, подход к гид-фит-лению и стандарт разработки, который говорит нам о том, что мы должны использовать одну единую ветку, называемую Trunk, вы можете ее назвать по-разному, MasterMain, на суть важна. И все изменения вносятся именно в нее. В этой ветке содержится тот код, который всегда готов к деплою на прот. Мы убираем все долгоживущие ветки и стараемся декомпозировать задачи так, чтобы они не занимали больше одного-двух дней. То есть, таким образом, у вас есть некая ветка Main, ну, попробуем, да, вот рассмотреть на примере, и вам нужно сделать задачу по внесению изменений, например, в код для расчетов графиков для клиентов. Соответственно, вы пачкуете от ветки Main свою ветку Feature, делаете в ней изменения, буквально в этот же день или на следующий какой-то вот это маленькое изменение вы обратно сливаете в Main, и тут же вы можете уже сделать с релиза, то есть вы просто пачкуете от Main релизную ветку, заливаете ее на прот, Main в данном проединении у нас является как раз Транк-веткой, дальше релиз обратно в Main, нам сливать не нужно, Main всегда содержится актуальный код. Ну, а какие-нибудь хотфиксы, там, что-то, что надо... Точно так же пачкуете их от Main и обратно сливаетесь, то есть всегда пачкуетесь от Транк-ветки и сливаетесь с нее же. Данный подход вообще в целом позволяет нам сократить количество коллизий и конфликтов во время мерджа, во время разработки несколькими разработчиками, например, уменьшить само количество кода, вносимое в изменениях, и упростить процесс код-ревью, а также обезопасить процесс, так как чем меньше кода-ревью, тем мы тщательнее это делаем, тем меньше ошибок мы можем допустить. А если мы еще при этом применяем ранее описанные мной юнитесты, контрактные тесты и фичи-тоглы, мы сразу тестируем функциональную обратную совместимость, и, если что, у нас всегда есть возможность отключить новое введение, даже если оно дало ошибку на проде, мы не зафиксировали ее во время тестирования. Ну, я так понимаю, все разработчики хотят сделать лучше, и вот дорометрики — это как раз такой способ объяснить бизнесу, что мы делаем и зачем мы это делаем. Есть какой-нибудь такой заключительный вывод, который ты можешь сказать по поводу применения этих дорометрик у вас на проекте? Я считаю, что дорометрики — это не только, на самом деле, для разработчиков, в первую очередь и для бизнеса, так как это дает им понятные и достаточно эффективные метрики для оценки результативности работы их команд-разработок. Подводя все это к итоговому выводу, я хочу сказать, что важно соблюдать, если вы хотите использовать такие подходы, как у нас, нужно в первую очередь понять, действительно ли они вам нужны. Потому что я думаю, что для маленьких команд или стартапов такие сложные инженерные практики, введение большого количества стандартизации и документации просто окажется неэффективным и займет слишком много времени. Например, написание тех же тестов занимает время. FrameworkPact требует согласованности между действиями команд и их тестами. Но в стартапе и нету много команд обычных. Тогда вам, на самом деле, может и не понадобиться контрактное тестирование, если вы работаете внутри своей системы исключительно. Например, TBD требует также грамотной декомпозиции задач, и что, на самом деле, требует опыта от аналитиков и разработчиков тоже. Поэтому изначально это даже может замедлить ваш процесс разработки, но в итоге вы получите профит от того, что у вас сократится количество ошибок в проде, вы будете работать на меньшими кусками кода и делать его быстрее, у вас будет постоянная готовая база автотестов и тестов, которая уменьшит работу по регресс-тестированию буквально до нуля и позволит автоматизировать этот процесс полностью. И у вас будут хорошие и отлаженные CICD-пайпланы, которые будут быстро доставлять ваши изменения в прод и реагировать на любые ошибки. Так, возвращаясь так к своему ответу, подумайте, действительно ли вам это нужно, и если нужно, не бойтесь это внедрять, путь будет террористым и сложным, но результативность меня застали себе ждать. Да, Никита, большое спасибо, было очень интересно. Встретимся на конференции. Да, спасибо большое. С нами был Никита Примак и ваш ведущий Абашев Алексей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова